всем привет всем доброе утро солнце моё проснулось солнце моё проснул машиной девочкам ручка беги переодевайся я собираюсь врачу у меня же сейчас через полчаса прием у врача быстро съезжу софи пока побудет с опой а потом мы у нас есть планы на сегодня до софича у нас сегодня есть планы на сегодня но я вот я начали приеду я потом поработаю немножко ладно потом туда после обеда мы поедем по нашим делам носочки одевает у полы холодные но все сейчас я еще софи быстро завтрак дам и буду выезжать дам ей что покушать больше кушать келакс ладно мы разберемся чему вам кушать час я приготовлю чтобы она позавтракала и она будет сидеть и меня ждать когда я приду от врача что-то мне телефон отключился все маску взяла карточку взяла хотя мне карточка сегодня не нужно потому что я когда записывалась врачу я карточку давала может я записывала же не по телефону на на всякий случай все равно возьму все ладно пошла все равно у нас вот эти вот термины дают врачу а все равно приходится очень долго ждать я вам потом скажу сколько я ждала свою очередь ну у меня запись врачу полдесятого а время у нас сейчас 10 минут десятого но я всегда люблю лучше раньше чем больше пошло это очень долго длилась я целый час прождала свой термин свою запись целый час конечно у врача я была минут ну может быть восемь не больше бедная софи там и рассказала скажет уже куда моя ума делать где окна тому же но потому что я немножко раньше приехала и получается что еще больше часа ну считайте меня уже около двух часов почти дома нет но чуть меньше машина едет неудобно здесь все ну ладно в общем что мне врач сказал он не выписал мазь для моего пальца спасибо сказал сначала попробуем с мазью ну какой-то шмерцгель не поняли на обезболивающий вот вот обезболивающих гель какой-то он не выписал сказал два три раза в день мазать затем я ему сказала что у меня правое бедро тоже болит он не там что-то поправил но он у нас такой неплохой скажем врач каста правит неплохо приклеил мне какой-то фластырь на ногу я сказала это что за фластырь это что вообще он говорит это короче как же это по-русски то сказать ну короче я не знаю как это выразиться по-русски короче он мне сказал что этот фластырь должен на ноге быть столько пока короче сам не отвалится ну короче в щик на щиколотке он мне приклеил такой кусочек в общем он мне проверил ноги на как на силу и сказал что одна нога слабее и поэтому он мне туда приклеил фластырь на я конечно не знаю какую функцию он будет делать он сказал все теперь мы типа ausgleich выровняли иногда с ну очень смешно конечно это все выглядит ночью короче говоря фластырь мне на ноге приклеен потом могу даже вам показать насчет анализа в крови будем делать я сказала делайте все что можно меня просто спрашивали в комментариях как называется тот анализ за который нужно платить я сказала что я пойду к врачу я спрошу как это называется и что он мне назначит за что нужно доплатить потому что я всегда делаю такой общий обширный в общем на витамин d мы будем делать на леброверта но чем короче на состояние печени я не знаю как это по-русски все называется извините меня пожалуйста но я правда не знаю потом он там всякие разные какие-то буквы записал он сказал сейчас не надо все делать не надо за все платить если вдруг будут какие-то отклонения потому что мы в каком-то году не помню в каком короче в пятнадцатом в тринадцатом давным-давно короче мы делали такую точно такой же обширный анализ он сказал я могу потом сравнить если там какие-то верты показатели будут ну плохие но ниже уровня тогда мы будем делать там то 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 но чем другие и тогда другие анализы другой разной разновидности анализы и и вам тогда не надо будет платить просто пять не надо гадать за все платить вот сделаем то что необходимое остальное будем делать по ходу поступления проблем скажем так ничего еще ну все вроде бы больше вроде бы больше ничего такого он мне не сказал а насчет руки он не но он низкий не знаю сказал не сказала что он сказала если не поможет то нужно будет оперировать но он спросил конечно какой видом как у каким видом деятельности я занимаюсь он сказала ну да это скорее всего от работы и чтобы стабилизировать в общем усилить здесь вот эту вот силу вот в этом короче суставе то нужно там что-то оперировать что в общем короче говоря все вот эти вот медицинские термины а кровь кровь я пойду сдавать в следующую среду потому что у них все забито в 10 часов утра как это я и эти рецепты оставлю в машине потому что потом мы софи сегодня поедем я просто не хотела сразу заезжать еще в аптеку потому что ну ребенок меня уже ждет блин почти два часа и потом вместе с ней заедем в аптеку все ладно мои хорошие пошла я час позавтракаю потом позанимаюсь наверно делами и потом мы наверно из софи мы еще сегодня поедем у нас план есть потом его на наших планах расскажем чем соскучилась долго я была блин эти врачи я вообще не знаю зачем они софи делают вот эти вот термины зачем они заделают эту запись пропускали бы всех по живой очереди и все не знаю зачем делать этот термин если ты сидишь там и ждешь почти целый час да да все пошли вы заниматься делами до побежали и зубы почистил молодец умничка вот короче этот фласты которого мне приклеил на ногу и сказал пусть он будет на ноге до тех пор пока короче говоря сам не отвалится но может он сегодня отвалится может завтра может через два дня пусть он живут мне не мешает но сказал что мое бедро теперь болеть больше не будет видите как здесь и лечат нас хорошо приклеили пластырь и все шикарно самое главное чтобы бедро у меня больше не болело как всегда утром я поработала сделал две вот таких рамочки такое и вот такое сейчас запакую и отвезем софика вместе на почту жарик уйди уйди ты видишь я тут работаю не пойди в эту комнату не заходит у меня только когда дверь открыта да мы с софика вместе отвезем сейчас эти рамочки на почту и заедем еще в лидл нужно наверно кое-что купить не знаю еще что ну что-то нужно а молоко у меня закончилась мое ну говорит ты же хотела мы уже хотели выходить а софи говорит ома ты же еще вот тут вот так если вам надо же тут снять и так тут классно всегда снимаешь короче куда вы поехали что покупать мы поехали мы поехали покупать софи новые туфельки их пригласили на свадьбу и у тебя какое платье думка кумиш-грун мама сказала мент думка кумиш-грун мама сказала мент правда мама нам дала такую установку что туфли ей нужны не в один день чтобы только на свадьбу одела и воду выкинули чтобы еще могли потом школа него да ну короче говоря мы сказали маме сиди на телефоне мы будем присылать фотографии что вы там выберем да все мы поехали в дорогу мы уже софи в дороге мы уже едем в город гельхаузен потому что там есть дайкман там есть дэм там есть кауфланд мы-то можем забежать еще в аптеку ну в общем там магазины друг от друга все недалеко расположены поэтому мы можем там быстренько пробежаться по всем магазинам которые нам нужны до а ты знаешь какой у тебя размер ноги какой фиран россии 34 все сейчас все обувь 34 размера перемирия самой красивой найдем да да чё ты такая скромная то у тебя руки закрывать такая скромная скромная девочка у меня там сидит что-то не играешь свою игру грань а это я тебя мешаю играть да или нет я тебе мешаю играть ну ладно так у нас тут был умляет он там нужно было здесь объехать поэтому мы здесь объехали и сейчас поедем дальше софи говорит ухты как сколько много у вас туда яблонь нет яблок ягу ну да правильно мы же деревне живем но здесь везде яблоки она лошади и коровы я бы и лошади и коровы и баран тоже бывают помнишь мы как-то видели напротив нашего дома там было целое стадо баранов ты помнишь нет не помнишь но тогда наверно еще маленького как-то кто-то перегонял баранов и у нас там прям было все бараны бараны очень много баранов мы приехали в дайкман сейчас пойдем выбирать туфельки новые балеринки софики короче какая-то катастрофа вообще нету никакой обуви для детей ничего нет это вот это вот только что единственное что мы здесь нашли неудобно одеваются да надо с ложкой а мы здесь не нашли никакую ложку или что-нибудь ну и как маме фотографию послали мама еще нам ничего не ответила тебе нравится все мы приехали вот магазин рено это тоже обувной магазин сейчас посмотрим найдем мы там что-нибудь или нет выходи прелесть ничего мы не нашли вообще нет никакой обуви вообще поражаюсь как-то так ли стоят две-три пары я спросила балеринки у вас какие-нибудь есть она гать нет у нас все то что здесь стоит только то есть и все а там босоножки а че сейчас босоножки то покупать на это софи сказала под платье они мне не подходят и босоножки обыкновенные таким стоят 30 у карина тоже написала нет ладно посмотрим в интернете время у нас еще есть да ты какого сказала вас свадьба нового не у вас а вас пригласили 3 сентября но еще две недели есть так что поищут по и поищем еще в интернете вообще обуви нет я внизу я так уже сто лет не смотрел в детскую обувь естественно никакой ага так тут еще знак а куда вы пишете что-то все люди едут в другую сторону но она сейчас мы посмотрим где можно будет выехать все мы приехали домой устали до софи устали ничего не делали но устали ничего больше не купили никуда больше не заезжали идем теперь домой на этом будем заканчивать всем пока пока и до до завтра мои хорошие